Каких только легенд мы не наслушались за последние 30 лет, связанных с нашим зданием, в котором сейчас располагается телерадиокомпания «Пульс», и которая «Пульсу» принадлежит. От того, что мы его отняли и выгнали на улицы десятки людей, до того, что мы его украли и вообще, что только не плетут. Сейчас я вам расскажу правду. Как это было на самом деле? Ну, ни для кого не секрет, и мы с гордостью об этом говорим, что мы были первым частным предприятием не только в Азове, но и до сих пор я не нашел никого, кто сделал бы частное предприятие в России, раньше нас. 28 августа 1990 года «Пульс» начал свое существование. И жив, как видите, до сих пор, слава тебе, Господи, усилиями нас, нашего коллектива, наших людей. Создав предприятие тогда и начавши заниматься кабельным телевидением, мы получили в партнеры оптикомеханический завод, тогда это было как бы неизбежное зло, с которым достаточно быстро развелись, и о чем они впоследствии сожалели все абсолютно, и директоры, это что они повели себя, ну, по-барски. Ну, можете представить, генерал, директор огромного завода, и какие-то пацаны, которые типа тут шалят. Они считали, что мы их, мы, в том числе я, например, их собственность, вот, чуть ли не на цепочку мне в ошейник посадить. Ну, было так. Потом все прошло, потом все стало на свои места. Вот. Но, тем не менее, мы, будучи ставши уже в ближайший год влиятельным средством массовой информации, и первым, и единственным телевидением. И когда мы дали городу пять телеканалов, сейчас их несколько, больше сотни, а тогда мы дали пять телеканалов, и это была бомба, это был прорыв, потому что кроме первого и второго, на первом был Брежнев, на втором опять Брежнев, а на третьем был КГБшник, я тебе попереключаю. Вот такая была схема советского телевидения. Вот. Затем сложилось так, что нас очень быстро, мы очень быстро развелись с оптикомеханическим заводом, и нас турнули тогда из помещения на Мира-35, там сейчас то ли зубная клиника, то ли магнит, не знаю, что там было, мы занимали там. Спасибо Александру Михайловичу Иванову, замдиректора оптикомеханического завода тогдашней, который по-людски отнесся к нам, к людям, к населению города, ну, во всяком случае, не был настолько амбициозен и глуп, как некоторые другие работники завода. Вот. Но, тем не менее, нам пришлось освободить тогда то помещение. Наш адрес улица Мира-35, телестудия Пульс. Именно так завершались все наши информационные выпуски и объявления. Пульс. С этим словом связано первое в городе телевидение, первый кабель, первая спутниковая антенна, первый благотворительный марафон и первый фестиваль бум-шоу, а также множество других различных программ, которые были сделаны в стенах этого здания. Но все сейчас осталось в прошлом, и больше на крыльце не раздадутся шаги наших беспокойных абонентов и людей, с которыми мы делали те или иные программы. Практически не осталось азовчан, которые бы не имели за три с половиной года нашего существования с нами дело. В здании закрыты уже почти все двери, и когда я закончу говорить, моей рукой будет закрыта последняя дверь, главная дверь парадного входа. Я напоминаю вам наш адрес, улица Привокзальная, 10, телестудия Пульс. И мэр города предложил нам, а предложил он потому, что было некуда, не справлялся с городом ни с чем, а Пульс в те годы, в первые годы еще советские, был долгое время крупнейшим налогоплательщиком города. Представили? Подумайте, задумайтесь на минутку. Пульс крупнее ОМЗ, платил больше налогов, чем ОМЗ, КПО и другие все предприятия города. Был такой период. Короче говоря, тогда возникла у города потребность спасать киносеть города. Киносеть города, это был кинотеатр «Октябрь», нынешний МКЦ, кинотеатр «Родина», слава богу, наконец застроили через 30 лет. И кинотеатр «Дон», его мы сразу закрыли, там был храм, то ли храм теперь, я не знаю даже, что это на западном. Некому было, никто не хотел брать киносеть города. Нам предложили, поскольку была у нас так маловыходная ситуация, мы его взяли и зиму передержали, спасли. А к весне, когда мы там уже обжились, когда мы уже начали чувствовать себя в силе, мы возродили кинопоказ. У нас был партнер, чистый американец, который привозил нам кино в коробках. Мы уже кино показывали в холодном зале, проводили мероприятия разные, там типа КВН, еще что-то у нас есть, архивные материалы на этот счет и так далее. Ну, один из замов мэра тогда решил, что слишком жирно нам такой кусок, а это было в аренде, и решил, что надо отдать это людям более близким к нему. Я не стану пока называть имен, всему свое время. Короче, в то время сложилась такая ситуация, что вот это здание на привокзальной 10, дом постройки 6-го года, в котором тогда жили 4 семьи железнодорожных начальников, дом, в котором еще, представьте, 120 лет назад был медный водопровод, канализация, электричество, отопление печное, нормальные изразцовые печи, и там было всего 4 квартиры. Ну, так строили тогда, так делали для людей, по-людски. Выгребная яма, и все на свете. Все, мы все это нашли там в стенах, когда рушили. В тот момент, когда мы туда пришли, в этом доме жили 25 семей, в клетках по 6, по 9 метров, и все было перегорожено вот такими перегородками. Во дворе была тьма сараев угольных, у каждого была своя печка, было все закопчено и так далее, и поводом для того, чтобы забирать оттуда людей, послужило происшествие, когда на ребенка там упала дверная перемычка, на мальчика. Вот, тогда железная дорога, еще при Советском Союзе, еще в 80-х годах, решила, что надо этот дом расселять, и начали строить дом по привокзальной 12, вот тот, который за площадью, за перекрестком. В основном туда отправляли людей и в разные другие места, вплоть до Калишовки. В те годы была такая, ситуация была такова, с вокзала, через площадь шел непрерывный поток мигрантов. Люди бежали из республик, наши русские люди в основном, бежали из республик, и все шли мимо этого дома. Если отдать людям квартиры и их переселить в новое помещение, то тут мгновенно, этот дом мгновенно заселят. Переселенцы попробуют их потом выкорчивать, дай им это. И на подмогу тут вытащили единственная дееспособная структура в городе, это опять же мы, пульс. Нам сказали, ребята, вот вам здание, что хотите с ним сделайте, оно предназначено на снос, мы заключаем договор о том, что вы забираете материалы от сноса его, вы его снесете, но вы его начинаете, принимаете сейчас, и охраняете, сторожите, и переселяете людей. Мы вот так на руках выносили оттуда людей. Столетнюю старушку с ее вот такими вот с лежавшимися шмотками, которые там годами лежали, и маленьких детей, мы всех развозили по всему, на новые квартиры, на их новые квартиры, мы их развозили, всех вывозили. Вот. Обнаружили мы и дырку в полу, куда, извините, гадили, в одной из комнат, и многочисленные печки, и как только там люди не жили, но, слава Богу, это было, ну, не то, что благодеяние, это было вынужденное решение, потому что на ребенка упала перемычка, а на остальных могло рухнуть вообще все. И вот, когда мы закончили расселение этого дома, вывезли, ну, или заканчивали, вывезли этих людей, мы посмотрели, стены-то крепкие, просто от того, что там не было хозяина долгие десятилетия, даже, наверное, не столетия, большевики, они же ничего не делали, никогда. Вот. И коммунисты, о которых сейчас говорят, что вот, был порядок, да не было порядка, ребята, никогда не было порядка, когда не было хозяина. Гуртовы, чертовы, так говорили в старину. И был там вот такой колхоз. И здание поэтому разрушалось. А нам понадобилось большие усилия, да, 70 камазов мусора мы вывезли только со двора. Сараи, сараюшки, всякий хлам. Мы выломали из этого здания вот этих перегородок и всякого прочего, еще столько же. И мы увидели, что стены крепкие, столетняя постройка, стены вот такой толщины. Что, да, фундамент проседает, оседает и нуждается в срочном ремонте укрепления. Мы начали с укрепления фундамента. И последующие много лет, лет, наверное, 15, кто бывал в этом здании, тот видел, что мы сохранили и старую лестницу, и старую плитку мощения, которую и большевики уничтожить не смогли. Осталось кое-что. Мы это схоронили, сейчас законсервировали и представляем как музейную ценность. И нам тогда удалось провести это здание как памятник архитектуры, вынести запрет на его снос. Мы добились запрета на его снос. И выкупили его у железной дороги. Мы сами выкупили задение. За небольшие, потому что сначала нам компенсацией были выставлены материалы от сноса, то есть мы должны были его снести и забрать себе дрова, балки, кирпичи. Но мы устроили таким образом, что мы его не снесли, а еще и заплатили денег и купили его как объект, как здание. По их разумению, по разумению большевиков, коммунистов, тех, которые тогда правили и железной дорогой в том числе, на этом месте должен был быть уже пустырь. Уже 30 лет как пустырь. А на этом месте стоит одно из красивейших зданий города нашей телерадиокомпании. И мы этим гордимся. И мы не случайно, наша редакция не случайно возвращается к сюжету именно в этой рубрике, к сюжету о этом здании, здании нашей телерадиокомпании. Потому что мне было очень неприятно видеть тот сюжет, который был сделан с подачи нашего музея. Где прокинули вообще все. Нет истории этого здания. И вот как будто оно всегда было таким вот красивым, роскошным. Как будто на него, его, извините, не изгадили за многие годы большевизма. как будто приход первой электрички в 60-м году это событие важнее всего в жизни. И в нашем музее никто об этом ничего не знает. Невзирая на то, что директор музея Евгений Мамичев в те годы работал у нас журналистом. Жень, ну надо же помнить. Редактор субтитров А.Семкин